приветствую вас на канале мы продолжаем проходить игру под названием паразит ив паразит ева в прошлой серии мы закончили наконец-таки весь этот кошмар в опере и сразу же ринулись в бой без отдыха сейчас мы находимся в полицейском участке мы поговорили со своими товарищами все склонны верить нам за исключением одного персонажа сейчас мы поговорили с боссом который дал нам специальный ордер и мы сможем пойти в оружейную там нам наверное будут оружие ну по идее должны быть ну собственно пойдем так если ты окажешься права то каким образом мы будем решать эту проблему я верю и без всяких если однако при таком повороте событий нам нужно спросить бакера получить указание понятно не принципе говорят да только меня на это не буду что они говорят последние фразы в диалоге которые прошли серии читал я тут у нас хроняшка я так понимаю ну давайте так перезапишем так делал у нас оружие тут ничего нет вроде бы ничего не еще взаимодействовать не могу вроде бы ничего так не выделяется особо особо таши тита товарищ видевых только какая из них выход так так ну это босса нам босса не надо просто дверь как будто странно открывается мадмуазель у тебя с головы после вчерашнего все в порядке вон там внизу оружейная комната да у меня все нормально с головой хотя может быть стук вас это что у нас это крис стоит аптечка хорошо кстати у нас в комментариях спрашивает .......... как угу так еще ящик натронанный так ну тут вроде побольше а вот ящик это ящик 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 ключ Что за ключ так Позволяет изменить свойства оружия. Что? Так, ладно, давай ему пушку. Вот и она, звезда ты наша. Закрой пасть. Вайн. Где Торрес? Где аудиторий? Ох, не знаю. Пришла на распродажу? АК-47. УЗИ? Может быть, СС-20? Вайн. Да, сэр. Да, сэр. Из-за таких мудаков, как ты, в этой стране каждый день оружие пропадает. Убирай свою задницу отсюда. Твои мозги слишком малы, чтобы стоять за этой стойкой. Ладно, успокойся. Ясно. Это, короче, петух какой-то, ясно. Торрес, мне требуется оружие. Это из-за... Это из-за той ночи? Слышал, там было жарко. Оружие у нас главный аргумент. И у бандитов тоже. Прочный круг. Ненавижу давать винтовки молодым копам типа тебя. Но я слышал, что задание достаточно серьезное. Так что с пустыми руками не оставлю. Ну вот, это самое мощное оружие, которое я могу тебе предложить. Капитан Бакер уже сообщил мне. Пожалуйста, покажи ордер от Бакера. Какое? Что такое? Хорошо, подожди немного. Все окей. Помни, оружие это всего лишь железо. Не позволяй ему руководить за собой. Тихо. Ты можешь использовать ключ для модернизации своего снаряжения. Можно передавать эффекты и бонус одного оружия другому. Усиливай его. Я покажу тебе наглядно, но на английском. Ох, японовать. Очень понятно. Я думаю, по ходу дела разберемся. Поняла? Поверь, только ключ будь к оружию твоей мечты. Конечно, не стоит забывать и о патронах. Их никогда не бывает много. Дубинка тоже будет всегда с тобой. Кстати, можешь хранить у меня свое снаряжение и предметы. Что за дать хлам? Слушай, ты о чем говоришь? У тебя и так хлама нет. И вот так. Так, понятно. А, я думаю, ключ у меня... Ключ пока, чтобы сказать, будет оружие. Значит, мы положим... Тостюм... Тостюм... Пистолет... А, костюм я не положил. Палку я, наверное, не могу. Нет, палку не могу. Да и жилет? Нет, тоже не могу. У меня аптечка нет, и все. Так. Силит снаряжение. Допустим. Нет. 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 О, не-не-не, я чуть не усилил что-ли, вот, так, наш протектор, хорошо. Параметр будет взят, и к жилет 1 будет утерян, подтвердить, ну, давайте. Так, хорошо. А, ключ заканчивается, ясно. Понятно. Хм, давайте. Ладно, пока не были. Можно тут атаку увеличить, да? Ну, давайте, давайте, не знаю, давайте ремочку. В силе. Ну, не до конца понимаю, работает, ну ладно. Так, ну все. Пойдем. Мы сходили в оружейную, что дальше? Так, тут, в принципе, некуда идти. Что у нас в средних комнатушках? Баратир какой-нибудь или еще что? Эээ, кинолог. Так хочется пригласить ее на рождественский ужин. Кого ее? Люблю собак. Я всегда прихожу сюда отдохнуть после дежурства. Так, ничего. Что у нас тут? Тоже ничего. Ладно, пойдем. Так, а тут? Спад снаряжения. Угу. Нам ничего нельзя. Пойдемте. Пойдемте тогда на въят, наверное. Опять к боссу. О, а ты кто тогда? Пацан. Пошкет. Ты посерялся? Ээ? Бен? Папа. Папа. Твой парень. Бен, это Ая. Итак, ты здесь что делаешь? Ну, я... Билеты? А, да, да. Этот концерт. Прости, сынок, но сегодня папа занят. Обещаю, как только закончу. Все. Вени. Бен. 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 Ноу. Да, всем детям нужна мать. Да, но меня воспитывал только отец после смерти матери. Я всегда буду благодарный. Думаю, нелегко ему приходилось. Угу. Что у нас тут? Ясно. Комната бриллинга. Тут вроде ничего нет. нет. Вроде бы. Вроде бы. Что может картины можно было посмотреть. здесь. Так, это на третий этаж. Сайт. Так, тут. Раздевалка. мужская. О, высокопрочный круг жилет. Ну твою мать. Я только улучшил этот протектор. Энергия. Смена. Рулия. Смена. Брони. 14, 10, 18. Он лучше защищает, но меньше прочности. Ладно, оденем его пока. Не все открываются? Наверное, вот это откроется, да? Аптечку две штуки. Ха, да это же не мое. Понятное дело не твое. А я. Лучше одень бронежилет. Осторожность не будет лишней. Да уже одел. Я бы еще вон торчит. Так. Это, наверное, выход на улицу. Что у нас на третьем этаже? Эээ, точнее, это второй. Извини, но сюда допускается только спецперсонал. А я что, не спец? По-моему, я самый, самый что ни на есть спец. Так, ну ладно, пойдемте к босс еще раз ходим. Так, пицца встает. Так, пицца встает. Сэр. Вы вызывали меня? Да. Сейчас будет пресс-конференция и я хочу, чтобы тоже ты была там. Чтобы ты тоже была там. Я? Да, ведь по национальному телевидению тебя показывали как единственную уцелевшую. Понятно. Отвечать только, когда я скажу. Эти журналюги вечно ищут повод вымазать нас в дерьме. Им только да, и сразу все перевернут с ног на голову. Поэтому говорить буду я. Да, сэр. Вот и хорошо. Теперь пошли. Вы считаете, что инцидент в театре делал рук террористов? Пока это на уровне рабочей версии. Почему столь велико число жертв трагедии, в том числе полицейских и пожарных? Потому, потому что для поджога использовался быстро воспламеняющийся неизвестный химикат. Еще один вопрос. Как удалось выжить офицеру Брея, не получив даже каких-либо ожогов? Это отличный пример высокого уровня подготовки офицеров полиции. Я задал вопрос... Бреи, она... Блин, а я? Ее митохондрия? Кто это сказал? Мелисса? Нет, теперь уже Ева. Ну, судя по данным полиции, Мелисса Пирс сгорела при пожаре. Мелисса умерла. Ее тело теперь контролируется Евой. Что такое Ева? Это какой-то пришелец? Господа, спокойно. Она очень устала. И это все пока только догадки. На сегодня все, ребята. Ая, тебя кто просил делать комментарий? Я сказал правду, сэр. Ух. Это не оправдание. Ты считаешь, что во все это поверят? Ты лишь дала сенсацию прессе и страх с паникой людям. Сэр. Она только... Понятно. Звонит верхушка. Бакер на проводе. Чего он хочет? Хорошо. Соединяй. Говорит капитан Бакер. Что? Встретить? Вы говорите... Да, хорошо. Что? Да, хорошо. Какой-то японский ученый. Я его вообще плохо понял. И в английский ужасен. Он нес какой-то бред про мито что-то. Говорит, что сейчас приедет. Может... Может митохондрия? Это тела внутри клетки, вырабатывающие энергию из кислорода. Ну, о чем-то таком мне в школе говорили. Дословно, Ева сказала, настало время, когда митохондрия станет свободной. Эй, я читал в журнале, что ученый из музея написал работу на подобную тему. Сэр, яй-яй... Яй-яя... 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 Поедем, поговорим с этим парнем. Давай. И хорошо, если вы достанете его раньше, чем журналюги. Торопитесь. Да, сэр. Поехали, а я... Яй-яя... Сэр. Их-яя. Ну, мучай, я ёс-яя. Что-то так иначе. Да? Их-яя-я. так часто к 17 корнеги холл музей мы едем в музей естественной истории там будет доктор ганс вам вам а какова область его исследовал но судя по прессе он работает над какой-то теорией метах какой-то теории митохондрий которая охватывает широкий спектр биологических проблем странно при степени доктора работать в музее весьма странный тип считает что нет смысла терять время на всякую ерунду отлично скучать нам с этим типом точно не придется да да знаю все что ты хочешь сказать однако давай поосторожнее сейчас ты же был на пресс-конференции да почему ты не вступился за меня перед шефом вы ведь пришли в полицию в одно и то же время да попробовал столько лет сейчас он мой шеф в смысле вступился сама накосячила сама и отвечай американский музей естественной истории типа осмотреть можно я последний раз был в музее ищу ребенка мир динозавров детстве я так любил читать о них похоже сегодня здесь выходной украинский музей давай-ка спросим охранника может он нам чем поможет эй парень как жизнь да ничего вот только от холода колотит а вам что нужно мы 17 участка полиции ищем доктора клампа он здесь работает да он и сегодня в музее как обычно работает у себя в кабинете у него проблемы да нет нам нужно только поговорить с ним спасибо мы долго не задержимся без посетителей музея вы найдете его лаборатории на втором этаже музея последние несколько недель он не выходил из кабинета у него масса работы спасибо да еще не могли бы вы расписаться таковы правила для посетителей музея давай а я даниэль ты не хочешь здесь остаться и все сделать сам книга записей напротив спасибо только имя да достаточно только имя если хотите напишите еще номер жетона все довольны больше ничего нет а мод сохранится можно хорошо ну пойдем что это у нас тут как-то ничего такого ну взять нельзя эй а я здесь останки какие то что за останки нельзя почитать понятно ладно пойдем эй здесь открыто давай проверим извините ау эй кламп доктор кламп я все я вас слышу мы с полицией и хотели бы здесь и хотели бы задать вам несколько вопросов профессор мы пытаемся найти ключ к разгадке вчерашней трагедии в театре вы подозреваете меня нет что снова что происходит со мной он я знаю его думаю думаешь это хорошо это полезно что с тобой тебе плохо а я нормально нас интересует ваше исследование в области митохондрий клеток полицейских интересует моя работа но почему подозреваемая заявила что пришло время митохондрии стать свободной поэтому это подозреваемая воспламеняла людей неизвестным науке способом а затем превратившись в нечто скрылось так как она упомянула о митохондрии мы надеялись что вы нам поможете с этим ха ха вы оба абсолютно не представляете что такое митохондрия а вы митохондрия обладает своим уникальным генетическим кодом своим значит она является отдельным организмом конечно типа паразита или что-то подобного да паразита своеобразное определение этого самого очаровательного существа наш организм не может существовать без митохондрии вам понятно митохондрия обеспечивает клетки энергии без нее мы ничто мы живем потому что митохондрия поддерживает нашу жизнь наш мозг например мозг с функционирует благодаря взаимодействию ахонов и дендритов это взаимодействие возможно лишь при обеспечении энергии от митохондрии вы знали что митохондрия способна выпустить электрический заряд в 200 тысяч вольт но она может создавать не только электрические но и также и тепловые заряды энергии значит возгорание прошлой ночью в театре чтобы человек загорелся температура должна подняться до 1600 градусов внутри только одной клетки имеется несколько сотен митохондрий если бы все митохондрии в теле начали функционировать одновременно было бы выработано и высвобождено огромное количество энергии превращение человека в жидкую лужу было бы слишком простой задачей для такой силы итак вы говорите что митохондрия воспламенила этих людей профессор вы конечно правы что митохондрия необходима нам для жизни но ведь это всего лишь источник энергии для клеток и все вы так ничего и не поняли митохондрия полностью контролирует развитие организма возьмите к примеру эту руку для рождения это единый однородный кусок мяса но при формировании пальцев начинают разрушаться клетки соединяющие эти пальцы когда у тела теряется необходимость в каких-то клетках они получают сигнал к их отмиранию начало этому сигналу дает митохондрия после его получения генетическая информация стирается из ядра клетки и клетка погибает то же самое происходит при старении митохондрия изменяется в 10 раз быстрее клетки конечно все сказанное верно и для мутационных форм митохондрий когда мутировавших митохондрий становится много уровень поставки энергии падает падение производства энергии связано с процессом старения организма ну ну вы теперь будете говорить что человек венец творения не хотите же вы сказать что митохондрия делает все это сознательно когда я говорил что митохондрия мутирует 10 раз быстрее чем нормальные клетки я подразумевал что она может эволюционировать 10 раз быстрее с момента зарождения жизни митохондрия постоянно эволюционирует с такой скоростью неудивительно если она обладает силой выходящей за рамки человеческого понимания я вам расскажу кое-что еще был ученый который пытался определить скорость мутации митохондрии его целью было установить связь мутации митохондрий с происхождением человека в 1987 году было заявлено что корни зарождения человечества восходит к одной женщине в африке об этой находке много писали в мировой прессе она послужила толчком к широкому развитию теории митохондрий и знаете как они называли источник всего живого митохондрия ева есть в этом имени что-то магическое ева подозреваемая называла вчера себя тоже евы что эй если вам что-либо известно лучше не утаивайте это от нас она называла себя евы извините но я сказал все что знаю а сейчас мне необходимо вернуться к работе я полагаю вы знаете где выход а стойте вам лучше было бы объяснить что все это значит дэниэль не обращаю внимание пошли твою мать я так понимаю нам нужно вернуться в участок черт что не так с этим парнем мир за пакостный тип клам я видел его раньше но когда когда это я что окей сейчас будем а я похоже у нас очередные проблемы что нам необходимо срочно в участок а я держись прокатимся с ветерком так ну что я думал что у нас есть на этом теме серию и закончим сегодня вот такая у нас серия спокойная без экшона много текста ну было неплохо любом случае спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь всего доброго до свидания